сегодня поступила к нам на ремонт вот такая вот бензопила forward я сперва начал разбирать а потом все таки решил что это интересная довольно таки поломка и решил это все заснять вот слава богу разбирать наши люди умеют я объясню причину поломки и может кому кого-то такое было кому-то будет это полезно значит так человек пришел с тем что во первых течет масло непонятно откуда и во вторых ну действительно лужа была большая даже когда он только принес и во вторых пила плохо заводилась и работала неровно плохо работала но мы в итоге вышли заводить вообще не заводилась вот провели диагностику выяснили причину поломки но с маслом проще как бы да здесь если такая лужа это очевидно что откуда-то что-то течет я между где-то либо обрыв шланга либо соскочила что-то просто по магистрали проследить и найти именно этот обрыв вот в нашем случае обрыв обрыва не было был просто вот такой момент у нас вот здесь находится у всех пил такого типа это 3816 sd мастер форвард чемпионы маленький вот у них одинаково тут весь принцип вот этого вот механизма маслоподачи так вот здесь у него идет магистраль от масло от масло насоса к баку и получается вот здесь вот здесь вот у него стоит вот такой резиновый как бы патрубок и на него одевается фильтр с той стороны вот он выскакивает мы поменяли на новый вот этот вот патрубок он все равно выскакивает как бы смысла новый ставить нет у человека с человека брать денег тоже как бы нету поставили старый патрубок поставили и придумали вот такую тему просто просверлили дырочки ставили проволочки и сверху затянули все он уже никуда не вы не денется это конечно кустарный способ но действенный зато бесплатный практически таким образом проблему с маслом как бы мы решили все масло больше подтекать не будет все нормально возникла вторая проблема как бы а именно почему пила работает неустойчиво и и вообще плохо заводится когда я проводили диагностику пробовали подцепляли другой карбюратор новый карбюратор все то же самое вот выяснили мы причину сначала сразу правда я не заметил но сейчас уже причина ясна а именно вот она причина у нас шланг в баке видите как болтается вот соответственно у нас не может карбюратор накачать бензина потому что он сосет воздух через вот эту дырку и вот она причина нам двигателя работает плохо тяжело заводится пока он это все прокачает неустойчиво то работает то не работает и тому подобные проблемы появляются потому что резинка вот это раз сохлась вот такой резинки в данный момент у нас нет чтобы поменять поэтому менять будем шланг поставим шланг просто толще диаметром вот такой просто внутрь его вот так вот и отверточкой немножечко еще туда его подпихнем у нас соответственно будет уже гораздо плотнее там находиться и проблема с подсосом воздуха у нас уйдет так что главная проблема это правильно провести диагностику а то вот из-за такой проблемы как бы небольшой люди бегут и покупают новые карбюратор прибегают ставят его а карбюратор ты и не и не причем так что сейчас мы сюда день и фильтр вот на этот вот от росточек это все дело берем в обратном порядке и проблема наша уйдет и на старом карбюраторе бела будет работать как новая все всем удачи пока вот дорогие друзья мы собрали нашу это самое поменяли здесь не поменяли а сделали проволочкой чтобы не потекало масло и поменяли шланг с вами вот он наш шланг помененный а теперь пробуем заводить и посмотрим идет ли масло и работает ли пиво подача масла нормально двигатель работает отлично вот 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 вот